Виктор Юрьевич, вы знаете, просмотрел здесь несколько ваших передач. Вы знаете, очень полезно. Мало кто даже задумывается на эту тему. Но у меня возникло несколько вопросов. Какие я хотел бы услышать ответы? Может быть, они не совсем, конечно, уместны. Я человек православный, но ко мне заходил мой приятель. Он не русский, иностранец. У меня альбомов, как вы сами понимаете, много. Он увидел и решил посмотреть. Я ему говорю, ну как твое представление о нашей русской культуре, о иконописи? Он как-то ухмыльнулся очень странно. Он говорит, ты знаешь, вообще мне все это напоминает какие-то комиксы и веселые картинки. И цвета такие, и сами лики, они какие-то не поймешь. И нереализм, и как в мультфильмах, такие некоторые комичные. Но, вы знаете, ему мне как-то было это обидно даже. Потому что он человек неподготовленный. У нас масса за нами стоит. Мы прочитали. А он до этого непосредственный был взгляд. Он совершенно ничего не знал о нашей культуре. Но можно объяснить так. Дело в том, что раньше же не было никаких мультфильмов, кинофильмов и комиксов. К искусству относились очень строго. Можно сказать, что искусство было тогда передовой технологией. Как сейчас телевидение, например, и театр. Тогда для таких народов с языческой культурой передовым искусством был театр. Для верующих основным искусством была живопись, пение церковное, определенная культура поведения, устройство жизни. Сама мультипликация и книжная иллюстрация во многом подпитывались формами и идеями, взятыми из древнего искусства. Например, известный иллюстратор и мультипликатор Владимир Григорьевич Сутеев создавал прекрасные графические изображения из сказок, мир животных, показывал. Но очень много композиционных мотивов взято из иконописи. Как он строил ритм линий, как он взаимосвязывал геометрию и пластику. Очень много мотивов напрямую, прямо заимствованных из иконописи. Цельность форм. Можно сказать, что комиксы, мультипликация – это такое очень сильное отклонение от настоящего искусства. Это как бы пародия вообще на жизнь, искажение той простоты художественного языка, которая есть в иконописи древней. Это как бы такая вольная интерпретация, которая более яркая, эффектная, наполнена разными привлекательными идеями. И она совершенно уводит человека от иконописи. И посмотрев через призму современного киноискусства, посмотрев на древнее искусство, конечно, человек смотрит на него уже пренебрежительно и легкомысленно. Так же, как и литература. Когда появилась вольная литература, со всеми ее фантастическими, психологическими мотивами, то через такие вольные интерпретации о миропонимании, на священное писание смотрели уже как на что-то тоже фантастическое, нереальное, неправдивое, как на какие-то выдумки, легенды. И люди перестали углубляться в суть мысли и стали судить только поверхностно, сравнивая с чем-то более эффектным. То же происходит и сейчас. Например, многие заказчики икон хотят иконы сделать поярче, поэффектнее, пообъемнее, потому что они привыкли уже к компьютерной графике, к телевизионной, мультипликационной графике. Они этого не понимают, это уже на подсознание забивается. И с этой точки зрения, конечно, хочется подтянуть под это все и икону. Но икона тогда теряет свою глубину, свою молитвенную тайну, сложность. И она выходит на поверхность и превращается в сувенир. И это делаем мы сами, люди. Потому что лень понять сложное, углубиться в смыслы. Естественно, что наше современное восприятие очень оглушено. Как будто бы громким звуком человека оглушили, и он уже плохо слышит. Так же и наше внимание, наш вкус, зрительное, чувственное восприятие, оно тоже такое оглушенное. Яркими, эффектными предметами, изображениями. И мы уже не видим тонкостей, не видим смысла в чем-то простом, древнем. И это беда восприятия, искажение восприятия. Так же, как и человек, который привык вкусно есть, он уже не сможет есть какую-то простую, невкусную, пресную пищу. Она ему совершенно будет отвратительна. Хотя она будет намного полезней той вкусной еды, которую он ест. И чтобы выйти из этого состояния, искаженного восприятия, нужно совершить очень большой труд. Но это необходимо сделать, потому что это тупик. Когда человек привык ко всему эффектному, он дальше не может развиваться. Он попадает в какой-то замкнутый круг. И чтобы выйти из этого состояния, может помочь древнее искусство. Только нужно выстроить некую дорожку для понимания, лесенку от современного восприятия человека к древнему искусству. И здесь могут помочь и искусствоведы, и иконописцы, и люди, которые занимаются церковным искусством, изучают искусство и древнее пение. И таким образом через культуру можно будет вылечить это воспаленное восприятие. И тогда люди вот это невзрачное, простое искусство будут воспринимать серьезней, потому что начнут видеть в нем смысл и обогащаться духовно и умственно этим смыслом. Собственно говоря, для этого иконописи нужна. А простое декорирование, имитации, это все просто эстетические поверхностные вещи. Люди просто могут попадать в эту атмосферу, переживать какие-то эстетические состояния, чувства, и потом просто с этими впечатлениями покидать эту атмосферу и жить дальше. Но чтобы понимание древнего искусства укоренилось, нужно выстраивать эти переходные смыслы, толкования и показать взаимосвязи нашей реальности с искусством древности. Спасибо. Спасибо.